Всем привет! Меня зовут Иван Казаков. Сегодня мой бизнес это помощь другим бизнесам. Я руководитель проекта для собственников розничного бизнеса розница.про. Я далеко не сразу пришел к такой бизнес-модели. Начинал с розничных магазинов, очень неудачно закрылся. Сразу могу сказать, что опыт был негативный, проанализировал все причины, которые привели меня к такому состоянию и смог из этого состояния выйти. И сегодня, по большому счету, я помогаю таким же людям, создав уже свой после этого удачный бизнес, помогаю таким же людям, как когда-то я, 8 или 9 лет назад, выходить из подобных ситуаций. Начните бизнес с того, что определите, кто будет вашим клиентом. Поймите, кому, для кого вы будете работать, для кого вы будете делать лучший сервис. Из-за этого уже будет создан продукт, либо адаптирован продукт под этого клиента, и вы сможете намного проще до него стучаться. Ваша задача сначала определить, кому вы будете помогать. Долгие договоренности с сотрудниками, долгие договоренности с клиентами и либо поставщиками намного выше, чем временные, быстрые, но, может быть, очень большие выгоды. Нельзя пренебрегать сроком сотрудничества. То есть, вы должны временные выгоды, которые могут быть неинтересны, которые могут испортить отношения с поставщиками или с клиентами, убирать свое поле зрения. Вы должны ставить, делать ставку на долгую перспективу. Время одноразовых бизнесов, оно уже прошло. Я предполагал, что лучше брать людей больше. То есть, возможно, я в ком-то ошибусь, но лучше я буду ошибаться в некоторых людях, нежели пропущу какого-то очень стоящего человека, который поможет мне развить команду. Здесь со временем, с очень неудачным опытом я понял для себя немножко другую историю. Брать свою команду нужно людей очень немногих. Нужно очень долго принимать людей на работу, очень много проводить с ними бесед, очень долго понимать, насколько вы сможете с ним пойти в разведку и принимать решение о расставании очень быстро. Очень часто мы делаем наоборот. Подбирайте команду людей тщательно и дрожите ими. Это очень важно. Модель, которую вы строите, она полностью отражает вас, как человека, как предпринимателя, как личность. Бизнес – это всегда практически 100% отражение собственника. Те слабые стороны, которые собственники, они, как правило, отражаются и на бизнесе. Соответственно, чтобы бизнес начал меняться, начинайте с того, чтобы работать над собой. Работать над собой очень много. Учитесь, ищите учителей, ищите наставников. Читайте, смотрите, ездите на всякие разные семинары. Все что угодно. Выхватывайте информацию, которая вам будет необходима и меняйте сами сначала себя, потом так же будут делать ваши сотрудники. Очень большой ошибкой является то, что не нужно делать. Является большая связь эмоций и действий, которые люди непосредственно делают. Очень немногие готовы эти вещи разделять. В тот момент, когда бизнес еще нестабилен, когда он еще не устаканился, это наступает сразу же после стартапа, когда, ну, вроде, хочется перейти уже к какой-то мирной жизни, на людей начинают давить какие-то определенные обязательства. И не все выдерживают их. Это очень трудно, это очень действительно непросто научиться разделять свои действия и свои эмоции. Если вам нужно поговорить с каким-то человеком, своим сотрудником, диалог может быть неприятным. Возможно, человек где-то провинился или просто необходимо поговорить по поводу того, что, ну, не хватает денег платить зарплату и, ну, бывает, что необходимо сделать какие-то сокращения. Лучше не оттягивать этот диалог надолго. Иначе, в любом случае, вы с человеком останетесь в плохих отношениях, потому что не были честны с ним заранее. Из-за вашей нерешительности отношения будут еще хуже. То есть, независимо от того, что вы чувствуете, вы должны делать то, что вы считаете нужным. Поэтому разделять эмоции от действий – это необходимо. Очень многие начинающие либо уже не начинающие предприниматели боятся увольнять людей даже тогда, когда люди открыто саботируют какие-то вещи важные для бизнеса. Ответственность в бизнесе стоит ваша в бизнесе в том, что сотрудники должны быть на своем месте, должны хорошо работать. Работа должна доставлять им удовольствие. Если они саботируют, так или иначе, им не нравится эта работа. Просто не бояться вам признаться и себе признаться в этом. И чем быстрее вы с ними поговорите серьезно, либо научите их, поможете им работать хорошо и добиваться результатов, зарабатывать хорошую зарплату, или же чем быстрее вы попрощаетесь с ними, если первый пункт не сработал и помочь не получается, тем быстрее они найдут себя на новой работе, тем быстрее они начнут жить нормальной, адекватной жизнью. Поэтому в данном случае увольнение можно сравнить с походом к врачу, когда вот сначала во время операции больно, но потом хорошо и живем долго и счастливо. Не обращать внимания на мнение тех людей, которые, может быть, еще не находятся там, где вы хотели бы находиться. Если вы что-то делаете, в любом случае для какого-то количества людей будете неправы. Вы всегда будете неправы для тех, кто никогда не решит закрыть свой бизнес. Они всегда будут крутить тебя у виска и находить ошибки в твоих делах. Но эти люди, скорее всего, не решились и не решатся никогда что-то иметь свое, они будут ждать вечно удобного момента. Поэтому вам нельзя обращать внимание на эти вещи, и эти вещи не должны в никаком случае вас задевать, каким-то образом ранить и остановить вас на своем пути. Поскольку род моей деятельности относится к работе как раз-таки с малым бизнесом, то, наверное, советов или каких-то рекомендаций можно продолжать их еще давать часами. Но, наверное, я обозначил именно те моменты, которые самые главные, которые, наверное, мешают большинству стартапов, большинству начинающих предпринимателей, да и не только начинающих, спокойно заниматься своим делом. Поэтому, надеюсь, хоть чем-то это кому-то поможет или помогло. Желаю вам удачи в своих начинаниях. И не бойтесь, не бойтесь рисковать, не бойтесь брать на себя ответственность.